Возле домов 22 и 24 по Хорошевскому шоссе теперь вечная пробка. Движение на придомовой территории здесь и раньше было плотным. Но после того, как 24-й отгородился шлагбаумами, для жителей 22-го наступил транспортный коллапс. Ситуация тревожная, мягко говоря, потому что приезжаю сюда на парковку, как на войну. Построенная стена к стене, по сути, это одно здание. До установки шлагбаумов жители въезжали с одной стороны, а выезжали с другой. Теперь такая возможность есть только у водителей из 24-го дома. Водители 22-го вынуждены выезжать из двора задним ходом, в вечно забитый транзитными потоками переулок. Вот сейчас второй, надо направо ехать. А это вот стоит. А его налево надо будет ехать. И всё. И здесь минут 15 можно стоять. Возле шлагбаума, который как госграница разделяет когда-то общий двор, постоянные дебаты. Теперь, значит, что касается... Я не буду говорить вообще, я сейчас закончу. Представитель 24-го дома уверяет, что у жителей 22-го однажды был шанс оказаться по одну с ними в сторону шлагбаума, если бы пришли на общее собрание. Вы говорите, что объявление о том, что устанавливается шлагбаум, вы вешали? Я лично. На каждом этаже. Не видели и не слышали этих объявлений. Как бы то ни было, резюмирует председатель владеющего шлагбаумами ТСЖ, теперь уже поздно. Недавно в 24-м доме провели референдум и постановили. Воссоединения домов, то есть дворов, не будет. Разные территории, разные дома. И наши жители против объединения. Поэтому я обязана следовать решению собрания. Общего пространства у вас уже больше не будет никогда? Не будет. К новой схеме движения вынуждены привыкать экстренные и коммунальные службы. Водители мусоровозов либо демонстрируют филигранную технику, либо катят баки вручную через весь двор. Анекдот. Это просто глупая история. Вот вопрос. Это, конечно, главе управы Крошевского района, Филиппов. Почему он отдал ту территорию общего пользования с большой парковочным местом и вот этот ампендицит в распоряжение ТСЖ-24. От встречи глава управы отказался, сославшись на занятость. В беседе по телефону назвал ситуацию стандартной. Должны жители сесть за стол переговоров, не воевать друг с другом. Мы со своей стороны пытаемся каким-то образом сбавить градус напряженности. Жители 22-го дома обратились в прокуратуру. Там схему установки шлагбаумов, кстати, утверждённую районным советом депутатов, признали незаконной. Но если и после этого документ останется в силе, у недовольных будет один выход — обращаться в суд.